Здравствуйте! В эфире новости Солилецка. Начнем выпуск с федеральных новостей. С 1 января в России вступили в силу ряд изменений, в числе которых повышение НДС с 18 до 20%. Очевидно, это сказывается и на ценах на продукты. Однако некоторые производители, чтобы скрыть подорожание, уменьшают объем товаров в упаковке. Например, теперь можно встретить упаковку, в которой 9, а не 10 яиц или 450 вместо 500 мл напитков, сообщает знак.ком. НДС – это федеральный налог и все поступления идут в федеральный бюджет. Если говорить о реальном секторе экономики, для производителей, конечно, для многих производителей будет не совсем хорошо, потому что увеличивается налоговая нагрузка на предприятие. Незначительно, но она все равно увеличивается. Если мы будем рассматривать социальную составляющую, то для государства это хорошо, потому что увеличатся сборы налогов, соответственно, будет больше источников финансирования для различных социальных программ. С 1 января запускается новая пенсионная реформа. Теперь мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. В результате пенсия должна вырасти в среднем по России на 1000 рублей, а ее средний размер составит 15,4 тысячи рублей. Нововведения взбудоражила общественность. В прошлом году по всей стране проходили митинги против реформы. С этого года можно будет приобрести невозвратные билеты на поезд. Они будут стоить дешевле на 10-20%. Вернуть деньги за билеты можно будет только в нескольких экстренных случаях. Увеличится пособие по безработице. Минимальная величина выплаты будет составлять 1500 рублей, а максимальная – 8000 рублей. Также с января вырастут тарифы за коммунальные услуги на 1,7%. В июле пройдет второй этап повышения платежей уже на 2,4%. С января вступают в силу изменения в статье Лесного кодекса. Теперь россияне смогут собирать валежник в лесах бесплатно для личных нужд. В прошлом упавшие стволы можно было вывозить только при условии договора аренды участка. Иначе грозил штраф или даже два года лишения свободы. А теперь о новостях Солилецка. На охрану школы номер один ни у кого нет денег. Раньше по наему работала ЧОП, но за средства родителей. В марте 2017 года после проверок такой способ оплаты отменили. Об этом сообщает портал Солдэй. Ответственность на себя взяла администрация школы и муниципалитет. Однако денег не только на профессионального охранника, но и на тревожную кнопку там нет. Решить вопрос потребовал прокурор и дело рассмотрел суд. Требования прокурора удовлетворят частично. Вопрос с охраной должен быть решен в течение шести месяцев. Начальник управления образования Солилецка комментариев по этому поводу не дает. Во время новогодних каникул сотрудники госавтоинспекции Солилецка и общественники провели акцию «Полицейский Дед Мороз», где главные герои новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка вручали водителям памятки и светоотражающие элементы. Данное мероприятие напомнило автомобилистам, что пренебрегать правилами дорожной безопасности нельзя. Призвали их быть внимательнее и осторожнее за рулем, сообщается на сайте ведомства. Житель Солилецкого городского округа похитил сотовый телефон из кармана своей знакомой. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. 28-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновный может лишиться свободы на срок до двух лет. С 24 по 26 января в Солилецке состоятся областные зимние спортивные игры «Оренбургская снежинка». В них примут участие спортсмены из Икбулакского, Оренбургского и Перволоского районов. Состязания проведут по хоккею, зимнему мини-футболу, шахматам и шашкам. Солилецкий городской округ представит 34 человека. Также соревнования пройдут и на базах других муниципальных образований. А финал Оренбургской снежинки пройдет с 19 по 22 февраля в Бугуруслане. 12 января на городской площади состоится ярмарка выходного дня по продаже сельхозпродукции. Приобрести товары можно будет с 8 утра до половины первого дня. Торговые места предоставляются по предварительной записи. Прием заявок прекратится за два дня до начала ярмарки. Записаться можно в администрации Солилецка, кабинет номер 4 или по телефону 27524 с кодом города. На этом прощаюсь. Вы смотрели дайджест новостей от ЮТВ. Узнавайте о событиях вашего города и области на сайте utv.ru. А лучше делитесь своими новостями. Сообщайте о них менеджерам в офисах продаж компании Уфанет в Солилецке или пишите в комментариях в нашей группе ВКонтакте, а также по телефону 430045.